Скажи привет! Я готов к зиме! Ура! Готов! Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Для тех, кто впервые меня посетил, меня зовут Датса и я мама почти 6-месячного малыша по имени Рэм. Какое-то время назад я снимала для вас видеоролик на тему осенней одежды, которую мы приобрели для малыша этой осени. И на свое удивление я получила огромнейшее удовольствие от записи этого видеоролика и еще большее удовольствие от ваших комментариев и от вашего фидбэка, который был весьма и весьма позитивным. Поэтому, вдохновившись этим опытом, я решила заблаговременно для вас снять видеоролик с зимней одеждой и показать ту одежду, которую я приобрела уже для своего малыша на сезон зимы 2019-2020. Хочу вам рассказать и показать и также побеседовать на тему того, как же одевать малыша зимой. То есть, сколько слоев одежды должно быть, какие это слои и как вообще с этим вопросом разобраться. Потому что для меня это был темный лес, пока я не стала изучать вопросы. Я знаю по форумам, комментариям и вопросам вашим ко мне, что многие мамочки также с трудом-с трудом могут понять, как же малыша одевать и как правильно выбрать количество и вид слоев под зимними конвертами и комбинезонами. Вот об этом сегодня, кстати, с вами и поговорим. Начну с домашней одежды. Ее, на самом деле, меньше всего. Я купила всего парочку комбинезончиков, которые более теплые, чем вот обычные наши вот такие пижамки, которыми мы пользовались до этого. То есть, это все у меня из Некста мои любимые бодики и комбинезончики, которые я просто обожаю именно из-за их качества. Так вот, что же я купила? Есть в Санкт-Петербурге прекрасный интернет-магазин, который называется Мишуша. Он, на самом деле, очень маленький, как мне кажется, интернет-магазин, но в то же самое время с прекрасным и достаточно обширным сортиментом самых лучших российских брендов, которые производят одежду и разные предметы для малышей, в том числе и вот такие вот флисовые комбинезончики. И один из первых моих вот таких вот комбинезонов, которые я купила, это флисовый комбинезон с принтом Далматийца от компании, компании-компании Мама-Папа. Их, кстати, я также видела в своей коробке Трэнди Бокс, и там были у нас слюнявчики и муслины именно от этой компании. Кстати, с большим удовольствием ими пользуемся, и Рэм никак не нарадуется своим новым тряпочкам с динозавриками. Так вот, такой вот флисовый комбинезончик я одеваю в более теплые ночи, когда уже подали нам отопление, и которое я уже до минимума выключаю, потому что у нас квартира, правда, очень-очень-очень теплая. И даже в зимнее время на своем 19 этаже мы с мужем ходим в маечках, в шортиках, и наши батареи, они действительно выключены до самого минимума, потому что очень тепло. И я уже понимаю, что, наверное, наш зимний спальный мешочек, он больше нам пригодится в Риге, потому что там у нас дом, там у нас камин, и не так тепло на постоянной основе, как здесь. То здесь, в Санкт-Петербурге, я буду пользоваться вот такими вот теплыми флисовыми комбинезончиками. Их вот в мишуше я купила несколько штук. Говоря о мишуше, вернусь к теме еще осенней одежды. Я знаю, что вы у меня спрашивали про шлемы и про манишки. Как же малыша уберечь вот именно в зоне головы и шеи. И вот в той же самой мишуше я купила такой вот классный шлем для малыша. Кстати, его сейчас я одеваю, даже в более холодную погоду, там уже 9-8 градусов, все равно он прекрасно подходит. Но вот также вот такие вот шлемы, их можно купить и других материалов. Это двойной осенний, но есть еще более такие тоненькие, которые используются под зимние шапочки. Мой малыш такой горячий парень, поэтому я думаю, что нам шлем под зимнюю шапку не пригодится. Особенно учитывая тот момент, что мы купили классный комбинезон и классный конверт. Из одежды, которую я уже показывала, но которая пригодится нам также зимой, образовывая наши вот эти теплые слоя одежды, есть вот этот комбинезончик или бодик или слипик. До сих пор не разберусь, как правильно на русском их называть. В общем, я думаю, что вы меня поймете. В этом случае это, наверное, слипик. 75% он состоит из шерсти Мерина и 25% из шелка. И я, в общем-то, не знала ничего про конкретно вот эти бодики. Я думала, что это просто такой прекрасный, более такой тоненький, дышащий комбинезончик, который можно одевать летом для того, чтобы малышу не было жарко. Но не тут-то было. Этот прекрасный бодик также используется как поддева под зимние комбинезоны, конверты и обычные бодики. То есть этот вот тоненький используется как еще один слой для зимней одежды. Поэтому я очень рада, что моя сестра подарила мне вот именно этот бодик на вырост, и я смогу им пользоваться также и зимой. И также я приобрела еще один мега крутой, прекрасный, вязанный комбинезон в моем любимом Нексте. Посмотрите вот на эти зимние мотивы вот такого вот красивого серого комбинезончика. Вот так вот он выглядит. Опять же, на вырост, и малютка моя сможет его одевать уже в более холодную пору как раз-таки зимой, если уж говорить про комбинезон. Облазила я, в общем, все магазины, обсмотрела все, смотрела разные коллекции, разные бренды в поиске своего зимнего, идеального зимнего комбинезона. И вот добралась я до магазина Лапси и купила малышу вот такой вот красивый, безумно красивый зимний комбинезон. Я уже примерила на малыша этот комбинезон. Он, конечно же, ему великоват, но и слава богу, на самом деле, потому что будем мы им пользоваться не только всю позднюю осень-зиму, но и также будем пользоваться всю холодную весну до более теплого времени, когда мы уже оденем свой демисезонный комбинезон. 90% наполнения это пух и 10% это перо, пух гусиный, что для зимнего комбинезона является самым хорошим соотношением теплого наполнителя. Здесь также есть натуральная опушка, которая идет по краю капюшона. Что касается функционала, значит, комбинезон расстегивается обычным способом, вот таким вот образом, до середины. На эту деталь, на самом деле, обратите внимание, потому что это может быть не столь удобно, как если бы комбинезон отстегивался до самого края. В Модеркер, например, я видела разные комбинезоны той же самой Реймы или Арктик Лайн, которые отстегиваются до самого конца. Но в моем случае это был не принципиальный вопрос. Касательно ручек. Для очень холодного времени в этом случае нет необходимости покупать перчатки, потому что отворачивается вот так вот рукавчик, и здесь есть перчаточка, которая вот таким вот прекрасным способом спасает маленькую ручку малыша. Обратно отвернуть можно верхнюю часть, и рука малыша находится в тепле. Что касается ножек, здесь вы видите, значит, первый вариант конверта для самых маленьких. Отстегнув молнию снизу, отстегнув молнию спереди, вот так вот, и отстегнув молнию сзади, этот конверт очень-очень легко превращается в конверт со штанишками, когда малышоныш уже либо садится в прогулочный блок, либо вырастает из него, если нужно, его удлинить, потому что здесь есть доля, которая удлиняется. Опять же, если удлинять нет необходимости, мы также можем и эти штанишки полностью снизу застегнуть, таким образом обеспечить полный комфорт и тепло малыша в прогулочном блоке в холодный зимний день. И внутри, если посмотреть, что у нас внутри, здесь у нас хлопковый подклад, и обратите внимание на подклад, который в ручках, ну это просто такая прелесть, это лучше, чем, мне кажется, в самых дорогих мужских костюмах. Я всегда обращаю внимание на вот такие вот детали, они доставляют огромное эстетическое удовольствие от вот такой вот как раз-таки покупки, когда она не только теплая и комфортная для малыша, но еще и красивая, радует глаз мамы. Эх, в общем, я влюблена в эту красоту. Смотрела, наверное, на сайте Лапси на этот комбинезон месяца полтора, если дня велась, и, наконец-то, когда смогла его пощупать и посмотреть в реальной жизни, то поняла, что все, это наше. К этому комбинезону мы также купили шапочки, зимние шапки. Вот одна, кстати, конечно же, она вырос. Шапка вот такая вот беленькая с помпоном и флисовым подкладом. И вторая шапочка также с флисовым подкладом, она с ушками синенькая, то есть такой вот у меня маленький медвежонок будет. Эти две шапки я купила в магазине Крок Китс просто потому, что, во-первых, они очень-очень теплые из натуральных материалов, это раз. Во-вторых, они безумно красивые, и я поняла, что именно вот эти шапочки мне нравятся чисто визуально. Плюс ко всему, они имеют завязки, и у них очень хорошая форма вот именно здесь. Пробовала я такие шапки также в Mother Care, от той же самой Рэйми и Рэйки, по-моему, еще какие-то компании, сейчас уже не помню название. Цена очень сильно отличалась. Если те шапочки стоили тысяча и полторы тысячи, а некоторые того и две тысячи рублей за штуку, то эти шапки в Крок Китс, они стоят до тысячи рублей. Восемьсот, девятьсот, в общем, как какая шапка, цена у них также прелестная и прекрасная. Вот, посмотрите, если вот эту шапку добавить в этот комбинезон, как же красиво, безумно красиво это выглядит. Эх, будет тепло и замечательно. Я уже представляю какую-то белую зиму, снег вокруг, и вот мой малыш сидит в своей прогулке, тепленький, красивенький и уютненький. Последний большой-большой предмет, который мы для зимнего времени приобрели, это, конечно же, конверт. Не имела ни малейшего понятия о том, что такой конверт нам вообще понадобится. Мне казалось, ну чего там, сделан на него шарфик, шапку и зимний комбез, и, в общем-то, все. Но не тут-то было. Малышам, которые сидят в коляске либо в прогулке, либо лежат в колясочке в люльке, им, естественно, намного более холодно, чем маме, которая движется, которая ходит и которая имеет возможность согреваться за счет своего движения тела. Для малышей такой возможности нет, поэтому им помимо зимнего комбинезона нужен также и конверт. И тут, конечно же, в помощь мне пришла Мишуша, магазин, о котором я рассказывала ранее, где я купила вот такой вот прекрасный, красивый комбинезон от компании Лео Кит. Так, видно? Надеюсь, что видно. Опять же, когда искала для него конверт, оббегала все мною упомянутые магазины, и просмотрела разные варианты конверты на овчине. Конверты от больших компаний колясок, таких как Стоки, Бугабу, какие там еще были, уже названия все не помню. В общем, огромное количество конвертов я просмотрела и, ну, не знаю, на мое, опять же, удивление, поняла, что для меня, для моих запросов и того, что нам нужно с малышом, самым лучшим оказался по всем, на самом деле, параметрам как раз-таки конверт Лео Кит. Его производят питерские ребята, дизайн рисуется и производится здесь, и сам конверт шьется в Китае, что на самом деле в этом случае для меня также большой-большой плюс, потому что это фабричное производство, а это означает, что качество пошива, оно будет очень и очень хорошим. То есть то оборудование, которое есть на больших фабриках, оно несравненно лучше шьет, чем оборудование, которое есть, ну, например, на более маленьких производствах местных. Покажу, как работает этот конверт и какие у него самые главные преимущества. Значит, первое, ткань, которая покрывает этот конверт, она водонепроницаемая и прекрасно защищает малыша от ветра и любой непогоды. Внутри у него рисовый подклад, что означает, что внутри будет также малышу приятно и тепло. Наполнение этого конверта – это синтетическое перо, которое также прекрасно дышит и держит хорошо тепло даже в самую холодную погоду. Если посмотреть сзади, здесь есть специальная деталь, которая не позволяет конверту скользить по либо коляске, либо по прогулочному блоку. В случае прогулочного блока эта деталь очень-очень важна, потому что все-таки этот конверт, он находится, в общем-то, в полувертикальном положении. Также есть возможность зацепить этот конверт сверху за прогулочный блок и таким вот образом еще дополнительно иметь стабилизацию и удерживать на месте этот конверт, чтобы он у нас не сползал. Если говорить про ремни и крепления, также здесь есть прорези для ремней снизу и вот такие вот большие прорези на спинке с двух сторон, которые позволят, собственно, этот конверт поместить на любую коляску и любой прогулочный блок, либо автокресло. Также здесь есть нижняя часть, которая отстегивается, и в принципе конверт растет вместе с малышом. Им можно пользоваться, если я не ошибаюсь, до 3-4 лет. Здесь также есть специальный материал, который не позволит ботиночкам сильно запачкать этот конверт. Нижняя часть полностью отстегивается и таким вот образом пользоваться, чтобы ножки малыша свисали из этого конверта, если малыш уже из него вырастает. Опять же, если малыш маленький и есть необходимость ножки скрыть, то мы вот прекрасно таким вот образом пристегиваем и заворачиваем всю эту красоту. Касательно капюшона. Здесь есть резинка, которая может верхнюю вот эту часть стянуть в капюшон, создавая больший уют и комфорт для малыша. Резиночка вот таким вот образом прячется и заворачивается и пристегивается здесь на липучке. Край расправляется, и когда малыш лежит либо в коляске, либо в прогулочном блоке, вот у него здесь вот есть вот такой вот прекрасный удобный капюшончик, который еще больше укроет его от ветра и от холодной погоды. Помещать ребенка также очень удобно в этот конверт, потому что он полностью расстегивается. Вот сюда помещается, значит, наш комбинезон. В комбинезон помещается наш прекрасный малютка в своем теплом комбинезике под. Одевается шапка. Можем еще одеть тебе манишку. И вот таким вот красивым образом малютка отправляется на зимнюю прогулку в любую самую даже холодную погоду. И еще один плюс. Помимо тепла и уюта малыша, есть еще перчатки в том же дизайне для мамы. То есть они цепляются на коляску, на коляске, и очень удобно и тепло также будет маминым ручком во время прогулки. И очень важная деталь. Как же в эту всю красоту одевать малыша и как разобраться с прослоечками, которые должны одна на другую одеваться на малыша. Значит, если вы наберете Лео Кит, то у них есть прекрасные карточки. Я вот здесь вот сейчас пока рассказываю, вставлю кадры этих карточек, которые рассказывают, как же малыша нужно одевать в более холодную либо теплую погоду. И, кстати говоря, почему я еще сделала свой выбор в сторону этого конверта, потому что его можно уже начинать помещать в колясочку либо прогулочный блок с плюс 15 градусов. И вот в этих карточках, значит, есть прекрасная-прекрасная схема и объяснение, как можно малыша одевать. Например, от плюс 5 до 0. Что нам нужно на малыша одеть? Значит, это первая шапочка ХБ, потом ХБ слипик, на него одевается демисезонный комбинезон, то есть это от 80 до 100 грамм, и дальше конверт Лео Кит. Если у нас, например, погода значительно холоднее, давайте отправимся сразу на температуру от минус 10 до минус 15. Тогда мы одеваем теплую зимнюю шапочку. Кстати, нужно по поводу шапочек еще поконсультироваться в магазинах, нужен ли еще шлем или подева под саму шапочку, потому что там нужно обратить внимание на подклад. Можно ли этот подклад теплой шапочкой одевать на голую головушку малыша. Дальше идет термобелье, как раз-таки такое, как я вам показывала, из шерсти Мерина, или комплект из такой шерсти. Дальше идет комбинезон уже теплый, наполнитель 200-250 грамм, и также конверт Лео Кит. И если посмотреть самую холодную погоду до 25 в минусе, я думаю, что если холоднее малыша, в принципе, не стоит на улицу выводить, то тут мы одеваем на него шлем, потом термобелье, флисовый комбинезон, теплый зимний комбинезон и уже наполнитель 300-330 грамм, и конверт Лео Кит. Вот такую вот схему, собственно, одежды и слоев Лео Кит предлагает нам для наших зимних прогулок. Но, в принципе, если вам сложно разобраться с этими слоями, в интернете также есть разные-разные источники, которые помогают мамам и дают очень четкую и конкретную информацию по поводу того, как должны составляться вот именно эти слои. Ну, а мы с малышом, на самом деле, конечно же, в основном придерживаемся этих рекомендаций, но также я смотрю по своему малышу. И я уже сейчас знаю, что он у меня парень горячий, и ему, если одевать его прям по вот этим рекомендациям, ему жарко. Поэтому я немного-немного адаптирую его прослоечки уже относительно того, насколько краснеют наши щечки во всех этих одеяниях. Кукленыш мой проснулся, давай померим шапку. Иди ко мне, котенок. Сегодня покажу вам своего котенка, он еще у нас сонный. Оденем на тебя шапку, которая тебе сильно велика. Мне кажется, ты мне сильно смысл мой. Иди сюда, котенок. Иди сюда, Бублик. Подожди, дай я сниму. Подниму тебе шапку. Поздоровайся с подругами своими. Привет. Привет, котенок. Скажи привет. Скажи привет, Бублик. Вот так. Господи, сбоку, мне кажется, еще смешнее. Это как Фаррел Уильямс в его этой огромной шапке. Пару-тройку лет назад он в ней шастал везде. В общем, вот такой вот у нас готовый в полном обмундировании малыш к зимним своим прогулкам. Давай, говори привет и прощайся. На сегодня все. Желаю вам теплых прогулок и увидимся в нашем следующем видеоролике. Пока.